Доброе утро, дорогие зрители! Доброе утро, дорогие друзья! Начинаем нашу утреннюю программу. Сегодня мы с вами заглянем в недальнее прошлое нашего города и узнаем много интересных фактов из жизни Станицы-Паталпашинской. Но сначала по традиции, как всегда, погода. Узнаем, что нам сегодня обещают наши синоптики. Субтитры делал DimaTorzok Недавно в Черкесске, в храме Николая Чудотворца, прошли вторые Баталпашинские чтения. И сегодня я с удовольствием представляю одного из его инициаторов. В священниках храма Николая Чудотворца Иерея Александра Гурина. Отец Александр, здравствуйте! Здравствуйте! Хотел вас спросить, Баталпашинские чтения, они проходят уже в школе, второй раз. И, насколько я понимаю, в центре внимания история казачества Баталпашинского отдела, история церкви, священнослужителей. И вот хотелось бы вас спросить, почему проводят Баталпашинские чтения? Ведь этими вопросами занимается Институт повышения квалификации учителей, наш научно-исследовательский гуманитарный институт. Какова задача и чем обусловлено проведение Баталпашинских чтений? Сегодня в наше время мы видим, как искажается история, в том числе нашего края. История Великой Отечественной войны. И дети должны знать правду. Эту правду можно узнать только из источников. Сегодня, если ребенок начинает изучать историю, очень часто он обращается к интернет-ресурсам. И там в интернете очень много информации искаженной. Вот именно Баталпашинские чтения нацелены на то, чтобы ребенка, да и взрослого в целом, научить обращаться к источникам, к архивным данным. Дело в том, что в Баталпашинских чтениях озвучивались даже те доклады, которые нигде никогда не публиковались. Вот как интересно. Расскажите о них поподробнее. Ну, например, были ценные сведения об изучении родного края из Государственного архива Ставропольского края. Были сведения об изучении станиц, которые раньше входили в Баталпашинский отдел. В частности, сведения о некоторых учителях, преподавателях, которые впоследствии стали офицерами Белого движения. Ну, их судьбы, они очень интересны. У нас были ученые из Армавира, из станицы Преградной. Было общество имени Нестора Летописца, которое занимается изучением края. Ставрополь, это профессор Невская Татьяна Александровна. Мы знаем. Да, мама ее здесь очень много оставила своих трудов по изучению истории нашего края. Ну, и Татьяна Александровна тоже в частности. Ну, и наши ученые с Института гуманитарных исследований. И Кратова Наталья Васильевна, и Соловьева Наталья Георгиевна, и многие-многие другие. Перечислять, конечно, долго. То есть, научное сообщество объединилось вокруг истории нашего края, и там, в Никольском соборе, поделилось своими знаниями, новыми открытиями, которые, несомненно, будут полезны нашей молодежи и взрослым людям. Потому что сегодня историей края занимается определенное количество людей. Но мы хотели бы, чтобы наша молодежь занималась историей края, и поэтому после Баталпашенских чтений мы занялись составлением сборника научного, который выйдет совсем скоро и будет направлен в библиотеки, в учебные заведения, распространен среди казачества и верующих наших прихожан, наших храмов города Черкеска. Отец Александр, ну, пока мы ждем выхода печатных трудов, а расскажите, пожалуйста, о своем докладе. О чем вы рассказывали присутствующим? Я начинал историю своего доклада с нашего Николаевского храма, станицы Баталпашенской. Хочу напомнить, что станица Баталпашенская основана казаками в 1825 году. Сразу после этого появился молитвенный дом в станице Баталпашенской, посвященный Николаю Годнику. Это любимый святой не только на Руси, но и оказывается среди наших потомков, основателей станицы Баталпашенской. В 1843 году появилась церковь, а вот до этого как раз между казаками, станичниками, духовенством велись разговоры, чтобы создать не молитвенный дом, а церковь. Чем церковь отличается от молитвенного дома? В ней можно венчать и служить литургии. Когда есть антиминс, святыня, которая находится на престоле, то богослужение можно совершать, в том числе и венчание. И вот зашел разговор между казаками, которые обратились к атаману, что мы не можем венчаться. Я хочу напомнить, что венчание, бракосочетания происходили тогда в церкви. Это после революции все документы были переданы органам ЗАГСа. Так вот, и атаман обращается к архиепископу Астраханскому Афанасию, и тот дает благословение, чтобы выделить антиминс для совершения таинства, и впоследствии благословил на строительство церкви. Церковь была деревянная, небольшого размера. А вот дарование статуса соборной церкви Николая Чудотворца произошло в 1876 году. Церковь развивалась, росла, а уже когда станица увеличилась, и верующие не помещались в храме, то решили построить большой каменный собор, который я хотел бы показать сегодня здесь. Эта фотография примерно сделана в 30-х годах прошлого столетия. Вот на ней изображен Николаевский собор, построенный в 1901 году. Он был разрушен в 1934 году большевиками. Но это уже другая история. Но он находился на центральной площади, по-моему, там, где сегодня дом правительства находится? Совершенно верно. Он находился на центральной площади, и когда его разрушили, из его камней построили дом правительства, баню, а часть камней пошла на мощение улиц. Я хочу вас спросить, а как же Покровская церковь, Покрова Божьей Матери, праздник, который мы совсем недавно отмечали, он же старше, получается, наша Покровская церковь, она старше, чем Никольский храм? Нужно сказать, что Покровская церковь сегодняшняя, это старая Никольская церковь. Как это? Вот такое событие удивительное удалось обнаружить с нашим благочинным отцом Александром Нартовым совсем недавно. Дело в том, что первая церковь, построенная в 1843 году, имела название Никольская. Когда построили каменный Николаевский собор и его осветили, то деревянную церковь перенесли южнее, где она сегодня и находится, при выезде из города Черкеска в сторону Джигуты. И осветили. Кстати говоря, осветили в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Этот праздник мы недавно отмечали. И этот праздник связан с нашим городом. Дело в том, что казаки переселялись сюда под праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Мне удалось найти документ, подтверждающий этот факт в Краснодарском архиве. Это документ очень ценный. И фактически день города тогда, или день станиц, если правильно сказать, отмечался именно 14 октября. Сегодня это другая дата, но не суть. Главное, что сохранился храм и его история. Это древний старинный храм, который даже в военное время не закрывался. В нем совершались богослужения, в нем венчались молодые пары, в нем исправлялись другие богослужения. И сегодня этот храм радует жителей города Черкеска тоже. Так что наш Покровский храм носил название Никольской церкви, а сегодня это храм Покрова Пресвятой Богородицы. Вот, честно говоря, я не знала этого факта. Всегда считала, что она Покровская была изначально. Вот вы сказали, что история другая. Но совсем недавно, 14 октября, был выходным днем. Я очень хорошо это помню. И действительно, может быть, стоит вернуть эту традицию. Это как бы день Станицы Баталпашинской был, да, такой праздник. Но, насколько я знаю, отец Александр, совсем скоро в вашем храме произойдет еще одно очень интересное мероприятие. Тема, конечно, несколько печальная. Вам слово. Расскажите, что это будет? 30 октября в нашей стране установлено памятное событие День памяти жертв политических репрессий. Этот праздник восходит в свою историю, начинает с 1991 года. Но на самом деле его корни находятся еще в 1974 году. Дело в том, что именно с этого периода времени, примерно в эту дату, политзаключенные устраивали голодовки. В знак вот тех событий, политических репрессий, которые происходили у нас в годы лихолетия. И получается, официально он приобрел статус в 1991 году указом Верховного Совета РСФСР. Вот с тех пор мы эту дату вспоминаем. Она, конечно, трагическая, но это история нашей страны. Ее нельзя изменить. Ее нужно изучать. Ее нужно тоже доносить до наших детей, рассказывать об этих трагических страницах. И говорить им, дети, живите мирно, любите друг друга, уважайте традиции, обычаи тех народов, которые живут с вами. Мы должны рассказывать им об этом, чтобы не повторилось всего этого. Гражданская война и революция в нашей стране. И ведь эта дата, она касается всех народов. Она касается казачества, которое было репрессировано. Она касается духовенства православного. Она касается карачаевского народа, которое было отправлено в свое время в депортацию. Она касается многих-многих других народов нашей большой многонациональной страны. И вот в частности сегодня мне хотелось бы рассказать, что кроме конференции, которую мы организуем в Никольском соборе, посвященной этой теме, показать старинные фотографии тех священников, которые служили в Карачао-Черкесии и сделали все, чтобы не была уничтожена православная вера. Ну, например, здесь на фотографии представлен Иерей Никандр Русаков. Он был пять раз репрессирован в свое время. Семья у него была большая, 11 детей. И что удивительно, когда батюшку репрессировали, отправляли то в Ставропольский край, то в Красноярский край. Семья, матушка и дети следовали за ним. Они вместе служили, они поддерживали своего отца. Умер он в городе Ачинске в 1938 году. Он был расстрелян. И семья сохранила добрую память о своем отце. Сегодня жива его младшая дочь Евгения Никандровна. Она как раз и рассказывает ту живую историю, которую сама видела и стала очевидцем. Ну и кроме того, мы дополнили эту историю документальными свидетельствами. Мы нашли архивно-следственные материалы, рассказывающие об отце Никандре. Отец Никандр является героем нашего времени. Есть не только герои Великой Отечественной войны, Афганской, Чеченской войны. Есть герои нашей веры. Это герои, которые не дали уничтожить веру в очень тяжелое время. Именно благодаря им мы сегодня ходим в храм и принимаем участие в богослужениях. В церковной традиции мы называем их новомученики и исповедники Церкви Русской. История нашего края очень удивительна. Дело в том, что в 20-е годы многие православные храмы перешли под управление обновленческой церкви. У меня в руках сейчас фотография обновленческого прихода станицы Зеленчукской. Это храм, который был захвачен обновленцами. Они поддержали реформы революции, изменяли каноны церкви. И, в общем-то, были предателями, если можно просто и коротко сказать. Это тоже история нашего края. Впоследствии храм, конечно, был разрушен. Обновленческие священники были заключены под стражу, отправлены в ссылки в лагеря. В частности, из них на фотографии находится священник отец Иоанн Семенов. Со временем он тоже был в обновленческом расколе, но потом был отправлен в ссылку, покаялся и вернулся. Он находился в ссылке в течение 10 лет. И вот, находясь в лагере, он дал Богу такой обед. Если я вернусь, то обязательно восстановлю храм. Господь сподобил ему вернуться из ссылки. Он восстановил Зеленчукский храм, который, кстати говоря, строили в период Великой Отечественной войны. И в послевоенное время уже ветераны Великой Отечественной войны. Сохранились даже свидетельства, что один из ветеранов выделил дерево на строительство церкви. Здесь, на этих фотографиях, изображены уже другие герои. Это схемонах Павлин Баханков и священник Георгий Кубанский. Вот, в частности, отец Георгий Кубанский связан с нашей старинной Покровской церковью. Я говорил о том, что в период Великой Отечественной войны храм не закрывался. В нем продолжали служить, молиться, совершать иные требы. Вот отец Георгий Кубанский вместе с прихожанами собрал 171 тысячу для борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. В 1945 году пришла телеграмма от Сталина с благодарностью отцу Георгию Кубанскому и прихожанам Покровского храма. В свое время он тоже был репрессирован. Казалось бы, в 20-30-е годы после репрессий он должен был обидеться на советскую власть и бороться против нее, но не обижается. Он понимает, что да, советская власть, она, конечно, безбожная, но она дана людям, в частности, для неких испытаний. Это испытание нужно пройти. Это наша родина, это наша земля. Мы не можем предать нашу родину и служить немцам. И он делает все для борьбы с немцами в нашем городе. Вот этот факт тоже запечатлен в архивах. Другой священник является старцем, который служил на территории Карачао-Черкесии, а погребен он в поселке Маруха рядом с Казанской церковью. Он умер ровно в 100 лет. Является исповедником, то есть он в 1935 году тоже был отправлен в ссылку. Приехал он к нам со святой горы Афон. Вот в архивно-следственных материалах мне удалось найти свидетельство, в котором свидетели называют его старцем, к которому приходили верующие, обращались за советами и даже получали исцеление по его святым молитвам. А жил он в пяти километрах от Александра Афонско-Зеленчукской пустыни. Когда монастырь мужской закрыли, то он переместился и продолжал жить и молиться в поселке Маруха. В 1959 году он скончался. Первое время старца помнили, приходили к нему на могилку, его духовные чады. Но потом, конечно, когда уже многие женщины отошли к Богу, то молодежь стала забывать. И вот в этом году и в прошлом году мы вели большие поиски для того, чтобы найти именно архивные данные, свидетельства о его пребывании здесь на Кавказе. Ну и в частности я упомянул об Александра Афонско-Зеленчукской пустыне. Здесь представлены служители Александра Афонско-Зеленчукской пустыни, монахи. Эта пустынь была основана еще в конце XIX века. Свой расцвет она имела в начале XX века. Были восстановлены храмы X века, находящиеся сегодня в поселке Нижней Архы с монахами. И вот среди них уже есть канонизированные в лики святых. Это в частности отец Никандор Прусак. Он был расстрелян в 1918 году большевиками, находясь уже в другом монастыре. Это Толгский монастырь. Но долгое время он был послушником, монахом, а затем иеромонахом в Александра Афонско-Зеленчукской пустыне. Братья монастыря также подверглась репрессиям. Есть сведения о том, что последний игумен монастыря, он же Феофил или Феофан, в схеме, возможно, имя меняется. У него два имени в архивных документах, а фамилия в Очередниченко. Был тоже отправлен в ссылку с другими монахами. И, конечно, здесь еще представлены многие другие истории. Вот эта история, она меня тоже поражает. Отец Лев Тернов. Здесь он представлен с матушкой Клавдией на фотографии. Он перешел в свое время в обновленчество. И, вы знаете, было очень непростое время, когда репрессии начинались с лишения избирательных прав. Его лишили избирательных прав в 1927 году. И затем начались репрессии. Хочу заметить, что лишенец, ему не только запрещалось участвовать в выборах или быть куда-то избранным, но его имя печаталось в газетах презрительно, обсуждалось на собраниях. Кстати говоря, дети, лишенных избирательных прав, автоматически лишались избирательных прав, начиная с 14-летнего возраста. Эти факты мне тоже удалось обнаружить в архивах. И вот, чтобы спасти свою семью, он уезжает в другой город. Это другая история, но она очень удивительная. Его детям пришлось отречься публично от своего отца. А тайно они встречались в другом месте. Он передавал деньги, передавал продукты семье, чтобы как-то сохранить, спасти свою семью. Вот две истории. Отец Никандр Русаков, где семья ездила за ним и до конца была. И здесь тоже такая вот жертвенность со стороны отца. Он говорит, меняйте фамилию, отрекайтесь от меня, чтобы тоже спастись. Но тайно продолжал с ними встречаться. И, кстати говоря, многие сведения о нем и о других священниках сохранились в документах. В частности, здесь представлены документы, архивно-следственные материалы. А вот здесь, например, представлены уже сведения о других монахинях. Это Тибердинского монастыря, Сентинского, Спасо-Преображенского монастыря. Там тоже была большая обитель. И в 1913 году численность монахинь достигала 300 человек. Ух ты! Многие из них были репрессированы в период тяжелых испытаний. Многие из них ушли из монастыря и перебрались на гору Брык, которая сегодня находится в Ставропольском крае и в село Козинка. Это так называлось село. Село Козинское сегодня. Отец Александр, вам большое-большое спасибо за то, что вы тратите свое время, ездите в архивы, изучаете. Спасибо вам, Ольга Васильевна. Но я пришел не с пустыми руками, кроме книги «Святые наши дни», рассказывающей о новомучениках, исповедниках, подвижниках благочестия Карачао-Черкесии вместе со своей коллегой из епархии Марии Осининой. Я написал книгу «Святые наши дни», рассказывающую о судьбах новомучениках, исповедниках и подвижниках благочестия Кавказских минеральных вод. Презентация этой книги состоится в ближайшее время. А сегодня я хотел бы вам подарить эту книгу. Ну вот, я не знала, что же вторая книга вышла. Пожелать вам здоровья, сил, терпения, помощи Божией всему вашему коллективу. То дело, которое совершаете вы со своим коллективом, это очень важная работа. Она нужна очень-очень-очень многим людям. И дай Бог нам всем иметь такую же твердую веру, как и имели эти люди. Отстояли наши храмы, нашу православную веру в 20 веке. Читайте, изучайте. И надеюсь, что эта книга тоже поможет нашему молодому поколению делать правильный выбор в своей жизни. Примите. Спасибо большое. Спасибо, отец Александр. Ну, извините с дарственной надписью. Хорошо? Хорошо. Спасибо вам. Удачи во всех ваших делах. Но с нашими зрителями я не прощаюсь. Увидимся, как всегда, вечером в 17.15.